Что ж, 2017 год принёс очень много интересных и увлекательных релизов, и настало время вспомнить лучшие из них. Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и это топ лучших мобильных игр 2017 года. Погнали! 13 место. Великолепное аниме Fighting Skullgirls. Что в первую очередь я хочу отметить, в данной игре есть классное джазоблюзовое такое музыкальное сопровождение. Помимо этого, классно анимированные персонажи, масса приёмов, несколько локаций, а для любителей пооткрывать сундуки и кристаллы, здесь есть реликвии. Присутствует режим истории, быстрая игра, ежедневные задания, магазин, где можно потратить свои кроны, а также хочется отметить, что здесь более продвинутые древо прокачки каждого перса. А также вы можете выбирать короны и приёмы, которые возьмёте с собой в битву. Есть такие прекрасные персонажи, в которых можно полше влюбиться. 12 место. Star Wars Force Arena. Моба по мотивам легендарных Звёздных войн, где вы собираете колоду персонажей во главе с популярными героями и злодеями, у каждого из которых есть свои уникальные способности. Ваша задача – уничтожить все вражеские турели и снять защиту с базы противника. Также вы можете создать союз, пригласить друзей и побиться в пвп-битвах плечом к плечу со своим другом из какой-нибудь другой страны. 11 место. Guns of Boom. ФПС-шутер с мультяшной графикой от компании Game Inside. Яркий, весёлый и достаточно уже популярный шутан разошёлся по всему миру и, я думаю, скоро доберётся до киберспорта. Так что оттачиваем скиллы, покупаем стволы, наряжаемся и вперёд. Даже если вы ранее никогда не играли в шутеры на мобильных, здесь вы быстро привыкнете к управлению, так как оно очень простое и удобное. В конце 2017 года вышло в бета-тест анонс плеер Battlegrounds, которая просто порвала всех по скачиванию и продажам. На фоне хайпа, связанного с этой игрой, начали выходить копии на мобильных устройствах, и 10 место я хотел бы отдать трём из них. Это Knives Out, Rules of Survival и Survival Royal. Все они от одной и той же компании. Да, по графике не супер и сразу видно, что всё делалось на скорую руку, но дух игры всё-таки здесь заметен. Вас ждёт большая карта, зона которой будет становиться всё меньше, а на ней могут присутствовать очень много реальных игроков. В зданиях вы сможете найти необходимое снаряжение, еду и оружие, чтобы выжить в этом безумном мире. Поиграйте во все три и из них выберите ту, которая больше придёт по душе. Девятое место занимает Drag Racing Asphalt Sturmulitz. Геймлофты решили захватить и этот поджанр гонок, где вы мчитесь по прямой на своём стальном коне, опережая не одного, а нескольких соперников. Да, здесь они решили добавить такую фишку, где вы соревнуетесь не один на один, а один против трёх. Восьмое место Lineage 2 Revolution. Эта ролевая игра была популярна ещё на ПК, но теперь её создали заново для мобильных устройств, используя известный движок Unreal Engine 4. Здесь вы сможете создать собственного персонажа, выбрав одну из раз и отправиться в путешествие. Есть основная сюжетная линия, второстепенные квесты, возможность создания клана, режим подземелья и многое другое. Микротранзакции присутствуют. Седьмое место занимает боевик с открытым миром Gangster Новый Орлеан, где перед вами откроется достаточно большой город, районы которого вы сможете захватить и получать с них прибыль. Присутствует неплохой сюжет, возможность менять внешний вид персонажа, из сосудов вы будете получать фрагменты транспорта, бандитов и оружия. А также вы сможете построить свою империю на собственном острове и показать всем, кто тут настоящий гейнгстер. Шестое место. Творение от Кабам Трансформеры, закалённые в бою. В игре присутствуют модели десептиконов и автоботов не только из известного фильма, но и из мультфильма 80-х. На этот раз у нас не плоская арена, как в Марвел Битве Чемпионов, где мы могли двигаться только вперёд и назад, а круглая. И теперь свайпами вниз или вверх вы сможете уворачиваться от выстрелов. Также в игре есть кристаллы, режим арены, задания Альянса и новый режим рейда, где мы нападаем на чужую базу другого игрока. Пятое место. Долгожданный файтинг Shadow Fight 3. Предыдущая часть хорошо зашла многим, и разработчики выпустили новую, с более яркой графикой и улучшенной физикой. Как вы заметили, теперь ваш боец это не просто тень, а вполне видный человек, которому всё так же нужно снаряжение и оружие. А во время боя вы сможете включить Shadow Fight и насладиться режимом теневой битвы. Четвёртое место. Портированный с консолей и БК автосимулятор Grid Auto Sport. Игра платная, и тут есть плюс. Если брать фри-то-плей игры, в которых вы постоянно тратите деньги на покупку наборов, валюты и прочего, то здесь вы платите один раз и можете участвовать в любых гонках, садиться за руль любого автомобиля и настроить его под себя в плане характеристик. Вас ждут реальные трассы, полная локализация, крутая графика, за исключением вида из кабины, и, конечно же, реалистичное управление. Весит игра 6 гигов, поддерживается только на топовых устройствах и вскоре должна выйти на Android. Итак, мы подошли к тройке лидеров. Третье место – Injustice 2 Mobile. Netherian Studio всё-таки создали новый файтинг с немного продвинутым управлением по сравнению с первой частью, но с большим количеством косяков. Даже на топовых смартфонах игра умудряется жёстко лагать, проседает кадры, зависает, и всё же она занимает лидирующую позицию, так как она получилась действительно хорошей, несмотря на многие неприятные моменты. Здесь мы всё также можем поиграть любимыми персонажами. В игре присутствует режим кампании, арена, испытания, сюжет, лиги, задания, миссии, и всё это помогает нам собрать необходимые ресурсы, фрагменты героев и снаряжение для них. Для создания игры был также использован движок Unreal Engine 4. Второе место занимает FPS-шутер Modern Combat Versus от Game Loft. Здесь в вашем распоряжении несколько агентов, где у каждого есть своё оружие и способность. Битвы проходят в режиме 4 на 4, можно создать свой клан и пригласить туда друзей. В игре удобное управление, автострельба, качественная графика и всё это на движке Хавак. В сражении важно уделять внимание тому, кого выбирают из агентов участники вашей команды, так как выбор может повлиять на исход боя. Ну и первое место занимает раннер Into The Dead 2. В отличие от первой части, здесь уже есть сюжет. Графика значительно подросла и игра стала более требовательной. Всюду зомби, апокалипсис уже наступил и всё, что нам осталось, это выжить. При прохождении вы будете получать ящики, в которых попадаются различные перки, усиление, ножи, гранаты, корм для собаки, а также фрагменты оружия, которые нужно будет прокачивать. Чем дальше вы будете заходить, тем сильнее будут зомби, и с одного выстрела из дробовика их уже будет нереально завалить. Что ж, это был топ лучших мобильных игр 2017 года по версии канала Flickr Mobile Gamer. Если вы с ним не согласны, свои топы оставляйте в комментариях. А на этом всё, с вами был Flickr, всем пока!